здравствуйте дорогие друзья видите сегодня пейзажные съемки лучше перед шаббатом поднимать настроение чем шкаф книжный и так на этой неделе мы начали читать книгу четвертую книгу торы бименбер в ней рассказывается подробности вот это путешествие 40-летнего израиля по пустыне как люди хотели что там все происходило почему не так долго были в этой пустыне 40 лет формальным поводом все знают стала история с разведчиками да я и быстро скажу всевышний хотел чтобы евреи зашли сразу из египта землю израиля они обратились машина с просьбой давайте пошли разведчиков послали разведчиков пришли разведчики сказали что все не так плакали не хотели всевышний раздневался и сказал что вот значит поколение пустыни не войдет в землю текущую молодой ком и медом но есть один вопрос который должен по идее у нас возник с каких это пор всевышний меняет свои планы из-за того что жалобы поступают там от кого-то ведь разве всевышний спрашивал народ когда выходил из египта нет на предположим собрались бы люди сказали давай через не 5 выйдем там у нас все дела да никто никого не спрашивал закваситься тесто не успела сразу побежали а в нашем случае разве мог всевышний изменить свои планы только потому что маша пришел жаловаться там несколько представителей народа что-то здесь не так правильно обратите внимание еще надо сразу после чудо рассечения красного моря тора нам сообщает и побудил машина израиль отправиться дальше то есть там все бы выбросила на берег повозки которые были украшены бриллиантами все хотели там немножко пособирать себе никто никого не спрашивал понудила отправились путь против их воли потому что как бы сказать против воли это весь иудаизм на этом построен да я могу доказать это есть такие замечательная фраза которые мы всегда считаем не по своей воле ты зачат не по своей воле ты родился не по своей воле ты живешь не по своей воле ты умрешь не по своей воле предстанешь перед судом и и дашь отчет царю царей то есть понимаете здесь как-то вот есть все-таки понимание того, что мы на работе, в миссии, но без всяких... И вдруг Бог сдается. Говорит, вот тут, понимаешь, пожаловались, я отложу на 40 дней. Так вот, и кто не задумывался, Медраштан Хума в начале главы Бешалах пишет, что Бог сказал, если я сразу их поведу простым путем, они сразу пойдут, ну что, пришли в страну, начнут работать, обрабатывать, идти в армию, виноградники насаживать. Я поведу их через пустыню, где они будут есть ман, пить чистую воду, видеть чудеса, и они придут уже, когда в землю Израиля, они будут все совершенно другие, а в них войдет внутрь и тотора. Так устроен человек. В дополнение, можем еще что сказать, что особое положение ведь в пустыне, они все равны, независимо от того, сколько у кого денег, какому роду принадлежал, какой у всех. Ман приходил, порция одинаковая, никто не зарабатывал больше, меньше жили, не было зависти, конкуренции, вот такая вот жизнь. И для чего это все нам рассказывается? Для того, чтобы сегодняшний человек понял, что это идеальное состояние. Но сегодняшний человек скажет, подождите, действительно, поколение пустыни могло изучать Тору. У них не было ни финансовых проблем, ни, ну я тут живу, вот сегодня, посмотри, что делается. Надо бежать, там заработать, там забрать, там спастись, там что-то делать. И что нам творить, да? Есть очень простые, мудрецы дали ответ на этот вопрос. Я специально рассказываю эту историю. Да, Бог сказал правильно, я особо не требую вас, но есть один день, в субботу, я вам выделил шаббат, как раз для того, чтобы вы вернулись в пустыню вот эту вот замечательную, когда все было хорошо, когда все были равны, когда надо было изучать только. В субботу запрещено выполнять какую-то работу созидательную, готовить, мыть, убирать, там, все это делается накануне, и даже еду готовят накануне. В субботу, так же, как это было в поколении пустыни, мы под защитой облаков славы, там, нет, мы должны выбросить всякие мирские заботы. Кроме того, в субботу, в отличие от шести будничных дней, стираются различия обычно между людьми, в синагогах, там, кто ходит, знает, все следят одинаково, не имеет значения, да? Не делай никакой работы, ни ты, ни твой, и так далее. В этот день мы похожи на питающихся маном, да? И в этот день мы обзекли, если мы шаббат храним, он нас будет тоже хранить. И написано, что будущий мир подобен субботы, дню покоя. Надо попробовать, почувствовать этот вкус субботы, вкус этого мира, иначе непонятно вообще, за что боремся. Поэтому шуббота это совершенно необыкновенно, надо его попробовать. Брахава, Цлахан, шаббат, шалом, всего самого лучшего.